добрый день вышивальный youtube меня зовут тамара и в сегодняшнем видео я хочу показать вам одну мою готовую работу а также показать кое-какие покупки которые ко мне пришли и подарки у меня есть и подарки начну я с готовой работы потому что с моего предыдущего видео наверное было понятно что это следующий претендент на готовые работы это бутыловский набор мать и дитям это адаптация сэнди ортон и этот набор уже больше не производится то есть он вышел из производства его можно найти как бы он не супер такой раритет и можно найти за нормальные деньги то есть он не стоит каких-то бешеных денег я увидела этот дизайн то есть частичку этого держит дизайна вышитого на в инстаграме у одной вышивальщицы и она вышла вот буквально лицо матери и лицо ребенка и мне это очень очень понравилось поэтому я в тот же вечер начала искать набор потому что она там написала что за набор набор кто производитель тот же вечер я искала нашла и купила не вышивала сразу как это обычно случается с теми наборами которыми мы очень хотим но в начале 2020 года я оставила потому что я купила мне кажется его в 2019 года но в 2020 года я как бы этого набора ставила свои планы я очень хотела его вышивать и я его вышила вот и так это адаптация сэнди ортон если я не сказала и я вышивала все как в оригинальном наборе то есть я не поменяла камбу здесь канва 14 каунта такого кремового я бы сказала цвета потому что не молочный кремовый все-таки кремовый цвет несмотря на то что в дизайне есть три четверти крестика я все-таки сделала эти три четверти крестика на аиде у меня хорошо это получилось поэтому как бы если вы думаете если вышивать на равномерке не или все таки выбирать аиду свободно можно выбирать аиду потому что на аиде вышивается намного легче я думаю что мне удалось вышивать этого набора так быстро именно из-за того что он на крупной аиде а я давно не вышивала на и если честно предыдущем видео кстати я сказала очень много про этих мелких три четверти крестика детали и так далее нитки которые здесь использовались это нитки буцила здесь 22 9 цветов это то что вы видите это остатки эта часть от лан артовского органайзера потому что те которые были вот в наборе их не было достаточно чтобы всех не так здесь вместить поэтому как бы я взяла и вот такой то есть это все остатки остатков есть но с одним исключением я сказала и в предыдущий раз вот этого номера восемь четыре два его не хватает его не хватает много очень очень подходящий цвет это гамманский 3220 то есть если у вас есть этот набор или вы будете купить и у вас тоже будет эта проблема то есть вот это с лучшим для вашей проблемы то есть не так не так осталось кроме того той нитки которые я все-таки как сказала в предыдущем видео я думаю что они ошиблись при комплектации потому что невозможно столько нитки не не ставить в в наборе и вот что у меня получилось то есть это вальный дизайн очень красивый как бы не очень очень нравится то что получилось я сказала что это первая разработка сэнди ортон который я вышиваю но я думаю что это не будет последний потому что стиль как бы мне очень понравился пришлые раз я вам показала что мне осталось вышивать вот немножко этого как бы фона и бокс пича то что я вышла очень очень быстро и у меня была проблема меня была проблема потому что вот крестики вот здесь на лице у матери вот здесь здесь и на лице у ребенка у меня были очень свет в прошлый раз я сказала что я не понимаю почему потому что я смотрю как бы убили другие подшивы смотрела и все таки этих крестиков было видно да я была права этих крестиков было видно но у меня они были еще видны поэтому как бы я закончила этот фон я закончила бэк это было четвертого вечера да это было потому что быстро все вышло посмотрела еще раз и пришила оставить на следующий день как бы с чистой такой знаете головой посмотреть на все это утром была тишина покой муж ушел на работу ребенок еще спал я сделала себе кофе и начал знаете так детектив начал свою работу как бы я начала смотреть на схему и начала смотреть на нитки да я смотрела вот какой получается что самый близкий вот этот на границе я смотрела и увидела что он потому что хочу показать и вам как можно ошибиться как и увидела что вот получается что вот этот да это был самый-самый близкий то есть вот этим цветом вышивается очень много очень большая часть лица и матери и ребенка я потом сказала давай я найду который цвет который светлее вот следующий цвет который светлее вот этого следующий цвет который светлее вот этого получается что вот этот 3945 да я думаю окей потому что светлее еще светлее вот этот я думаю окей почему они не использовали вот этого если он следующий как бы по тонально тональности смотрю в назначке смотрю на то что я там выбирала и оказывается оказывается что я ошиблась я тупо ошиблась потому что все что я вышла светлым это я вышла вот этим номером до самый светлый я должна была вот этот выбирать то есть схема была права я правильно разобрала нитки потому что нитки буцилла как бы они были кучкой я их разобрала я все правильно сделала просто тупо я ошиблась да бываете такое и самое интересное что я потом начала как бы следить смотреть где и как этого как бы номера этого цвета вот именно этот 3945 он используется вот здесь в рубашечке у ребенка в руках в лице у ребенка и в лице у матери и все при том что вот здесь есть больше крестиков как бы в рубашечке в руках и в лице это разбросанные крестики то есть это его этой нитки используется мало я начала смотреть проверять и так далее и оказывается что в рубашечке я правильно использовала здесь я правильно использовала и когда началась рука ребенка здесь только четыре крестика вот этого цвета вот эти которые посветлее оказывается я здесь ошиблась вот ошиблась здесь и вот все пошло не так я не навесила или как не навешивала правильно то есть я навешивала светлый этот оттенок на вот этот то есть я ошиблась когда я организовала свой свой процесс потому что наверное вот здесь меня закончилась эта нитка я новую пасму взяла и вот здесь я именно ошиблась я видел ошибку я сказала окей давай я попробую все это как бы переделать начала я салба потому что здесь самая большая как бы это зона выпорола то что было и перешила перешила стала все сразу на свои места да это светлее да это как бы эти крестики видны но это другое дело это совсем другое дело это то что должно быть потому что знаете я когда смотрела на превью я видела что это светлее но это не нас не настолько выбивается как было у меня и уже как бы перешив это место я видела что все как бы все сходится я выпорола и вот эти крестики все 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 и переделала все бонус в том что все эти крестики не были под бэком почему бонус потому что если они были бы под бэком я и бэк бы выпорола и я переделал переделывала потому что этому как бы найти ошибку и не переделать, я думаю, что уже была бы самая большая тупость с моей стороны, поэтому Бека я не должна была трогать, все было окей, но я все выпорола и все правильно как бы уже вышло, и все, я довольна, я супер-мега-довольна я мега-довольна, что я нашла эту ошибку, я довольна что что все получилось у меня потому что эта работа мне очень нравится и когда у меня будет первая возможность, я ее конечно буду оформлять и так как на оплошке этого набора написано, что это адаптация Сэнди Уортон, адаптация это означает, что как бы не она создала оригинал, она просто создала вышивальный дизайн по какому-то оригиналу, мне стало интересно как выглядит оригинал поэтому я начала искать информацию нашла кое-что, мало нашла но хочу с вами поделиться, потому что мне показалась интересная информация оказывается оригинал этой картины оказывается оригинал это картина, которая называется Мадонина ее автором является итальянец Роберто Ферруци и оказывается, что он на этой картине изобразил Анджелину Чиан то есть это Анджелина Чиан и будьте внимательны и ей было 11 лет когда он сделал эту картину и в руках у Анджелины это ее маленький братик для меня это был не то, что шок но самый большой, знаете потому что картина называется Mother and Child мать и ребенок и дитя а оказывается, это брат и сестра для меня это было самым большим таким, знаете шокирующим самая большая шокирующая информация что все это время я думала неправильно потому что вот изначально конечно, можно думать как хотите но вот изначально это сестра и это ее братик еще меня поразило что ей 11 лет как бы мне совсем не кажется, что она да, она выглядит очень молодой но 11 лет это через чур ну, как бы он когда делал эту картину он просто изобразил бедных детей с улицы сестру и ее маленького братика но картина была такая красивая и такая хорошая что после этого ее стали использовать в религиозных целях то есть как икона хотя изначально он совсем не не имел ввиду икону но вот как-то так и оказывается что позже Джон Джордж Александр Лейшн какой-то миллионер и дипломат он купил эту картину как бы и после этого что стало с этой картиной неизвестно то есть где эта картина находится сегодня и если ее еще есть никто не знает есть предположение что она все-таки в какой-то частной коллекции в Пенсильвании в США типа находится ей не хотят делиться но еще есть предположение что когда ее транспортировали на корабле как бы в США через океан то есть случилось как бы акцидент короче она потерялась в океане так что до конца никто не знает что случилось с этой картиной так что я думаю что это тоже будет такой знаете интересная познавательная информация про этой работе я надеюсь что вам понравился этот мой проект я очень надеюсь что в каком-то в каком-то моем будущем видео я покажу его оформлением покажу еще немножко покупок которые ко мне пришли которых вы еще не видели их немного только два бренда это милхилл и это джеснано опять буду мучить вас джеснано милхилл несмотря на то что я вышла довольно мало в последнее время но я все-таки покупаю потому что я очень люблю милхилл я уверена что у меня придет такой период знаете когда я буду вышивать только милхилл они вышиваются быстро так что я не переживаю вот такой наборчик я купила это хэллоуинский такой дизайн мне очень понравилась пуговка пуговка здесь вот такая ветмочка и пуговка очень хорошая то есть глаза все здесь в хорошем качестве потому что я показала как-то у меня с кошечкой есть и там не очень классно и гладко вот такая темно-синяя перфорированная бумага еще вот такой купила набор это мне кажется что из старой серии еще хотя он продается на 1-2-3 стич как бы свободно почему говорю что из старой серии потому что вот эти старые серии у них по-разному как бы выглядит набор во первых вот видите нету у них вот это этой фигнюшки новых наборов есть у старых нету я немного старых наборов вышила и здесь три пуговки как бы у новых обычно одна пуговка а здесь три пуговки вот только одна пачка пакетик бисера ну классный очень такой знаете летний классный и вот он здесь в такой рамочке с зайчиком и пчелкой и эта рамочка у меня есть так что можно даже вышивать и оформлять и еще купила несколько маленьких наборчиков я думаю что я их не показала если какого-то из них показала я извиняюсь купила я такую помидорку сказала что буду купить потому что есть такой большой дизайн у меня рукодельный тоже с помидоркой там и так далее и поэтому она была у меня в высшей листе поэтому и купила купила еще вот такую бабочку это четвертая бабочка потому что остальные три у меня есть двое из них вышло и получается не вышло вот этих синий потому что у меня еще одна есть тоже синие их двое синих этих бабочек и вот такие офигенные ниточки люблю я этих малюток от мелхил хотя вот эту эту малютку даже открыла потому что думала как-то вышивать но поняла что не будет времени отвлекаться на таких малюток это недавно вышел этот дизайн мне кажется в прошлом году новинка прошлого года эта мышка с типа зонтиком листом лист как зонтик и еще один дизайн вот такой мега знаменитый это бочонок с медом пчелиная тема который мне тоже нравится тоже был в вышлисте я давно там ждал ждал и вот его время пришло я купила и наверное буду вышивать не знаю насколько скоро но буду вышивать ну и схема как бы я сказала уже что я делаю себе коллекцию и когда нахожу что-то что мне нравится то что у меня в вышлисте то я покупаю и конечно цена должна быть окей для меня купила я вот такого маленького дизайна charm schools дизайн и скажу честно что я купила из-за вот этого этой пуговки этот мишка потому что как бы дизайн стоил как этот эта пуговка обычно стоит 5-6 долларов если купить отдельно и этот дизайн стоил 5 долларов или купить дизайн или купить только мишку это одно и то же то что я вышивать это дизайн я не знаю но хочу из этой бусинки сделать пин как бы я купила из-за мишечки чтобы сделать пин в первую очередь потом посмотрим потому что из дизайна можно какой-то пин кушин делать свободно black magic довольно знаменитая схема и это одна из схем которые я купила без эмбелишмент пэка потому что есть еще одна но она ко мне еще не пришла я уже сказала что когда возможно я покупаю схемы с эмбелишмент пэка но эта схема продавалась по очень хорошей цене 3 или 4 доллара я не помню и когда я видела эту цену я сначала посмотрела какой здесь эмбелишмент пэк потому что если цена на схеме хороша эмбелишмент пэк то есть бусинки шармик можно подобрать то в принципе в принципе можно вышивать подбором и как бы платить 3-4-5 долларов за оригинальную схему это это хорошо поэтому я купила схему и бисер который здесь есть мне кажется здесь три цвета бисера его свободно можно подобрать мне кажется даже два цвета этого бисера у меня есть и вот этот цветочек который здесь есть он здесь серебряный но я буду заказывать у сюзан кларкс оригинал я буду заказывать даже вот не серебряный с зелеными листиками как она делает то есть этого цветка не точно точно такого но вот такого цветка можно купить поэтому я буду купить шармик и можно подобрать бисер и можно ее свободно вышивать поэтому я и купила эту схему потом что у меня здесь у меня есть вот такие две схемы first stitches и last stitches вообще-то она должна быть там были куплены на местном ebay у одного этого же продавца они продавались не лотом они были на аукционе но почему-то за них не боролся не боролись так знаете поэтому я купила за очень хорошую цену что мне здесь понравилось потому что на эти схемы если честно я давно смотрю и мне было непонятно потому что иногда они продавались дешево иногда они были подороже много раза не были без эмбелишмент пэка я сказала что если я их буду купить я буду купить вместе то есть если я найду их вместе то что мне понравилось здесь это то что эмбелишмент пэк очень классный я не ожидала вот смотрите здесь сердечко и цветочек и бисерочек очень классный эмбелишмент пэк здесь мне кажется я видела даже я отшиваю в фейсбуке в группе в фейсбуке я не помню и еще вот этот я помню что где-то когда-то я видела вот этот эмбелишмент он продавался отдельно как давай вот как эмбелишмент от мне даже было интересно тогда в каком дизайне он используется потому что я не припомнила никакого дизайна вот с этого эмбелишмент потом когда увидела вот потому что здесь вот когда смотришь на превью непонятно какой эмбелишмент этот пришивной элемент уже покупая я увидела что к чему купила я еще вот такого дизайна который был хачушкой хачушкой вот он это вот такой павлин которого можно вышивать и оформлять как бы хексагон в рамки или можно делать себе вот такой органайзер классный один и другой но дело в том что центральный эмбелишмент пэк это только один и здесь главное что есть это лицо это есть этот павлин который используется и в пин с павлином и который вот на Susan Clarks originals вот этот не продается именно вот этот у меня есть пин с этим павлином но мне бы хотелось вот и этого дизайна я помню что когда я его искала он висел мне кажется даже сейчас сейчас есть я не знаю точно на американском ибей за 65 долларов но мне показалось что дорого и я не покупала и когда он появился на нашем английском ибей на аукционе я выиграла и выиграла за очень очень хорошую сумму за 16 фунтов я могу сказать так что я думаю что ицедил как говорят американцы потом я купила вот такую схему это схема без эмбелишмент пэк только схема выглядит так знаете неинтересно но я увидела эту схему в отшиве в инстаграме есть такая вышивальщица хевер маклин я постараюсь оставить линк как бы ее аккаунту в инстаграме и я обожаю как она вышивает она у нее нет канала на ютубе но она снимает как бы для инстаграма она снимает и у нее есть такие классные туториал где она показывает пинкип у нее вообще есть супер классный пинкип она так круто оформляет все что вообще космос и как-то я видела у нее отшив вот этого дизайна мне очень понравилось и я купила тоже за 2 фунта 50 за наш эмбей как бы за этими дизайнами обычно никто не гоняется они валяются месяцами вот еще такой дизайн queen's heart этот дизайн вышел из производства и вышел из производства совсем недавно как бы не знаю в прошлом году позапрошлом году очень потому что он был и помню что он был когда я начала вышивать и смотреть на этот на джазнан он был и был еще вот с этой потому что это сердечко это рамка и я помню что такая рамка отмитая джазнан тоже продавалась можно было купить и рамку и дизайн вот такой маленький красивый дизайн здесь я показала уже что корона здесь есть эмбелишмент пак пенсис плиз это дизайн тоже вышел из производства очень недавно в прошлом году мне кажется или позапрошлом тоже когда было известно что его не будет в продаже его снимают с производства и помню что все начали купить всех магазинов я не купила тогда но нашла сейчас тоже по обычной цене нашла и купила вот здесь такой шармик и белыш ментек и еще моя одна большая хачушка находка и любовь это вот такой сэмплер тоже с павлином пикок сайфер хочу просто отсюда извините простите за шуршание вот он вот он вот он пикок сайфер красивый очень красивый и знаете в чем дело что вот этот эмбелишмент вот вот этот павлин видите его я не видела нигде чтобы купить вот это отдельно этого павлина я не видела нужно было искать если хотите вышивать подбором нужно искать что-то другое и бисер здесь супер крутой здесь немного цветов сейчас посмотрю 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 вот смотрите здесь немного цветов получается и вот это один из дизайнов где я думаю что может быть я буду тратиться на шелковых ниточек не уверена будут постараться искать если найду как бы куплю потому что я помню что месяц или два назад на ebay продавался пэк именно ниточек для этого дизайна но как так как дизайна у меня не было я только посмотрела увидела вот пэк для этого дизайна круто я бы купила а дизайн это у меня нету дизайна купила сейчас вот думаю вот бы мне пэк не знаю почему но я думаю что вот в шелке этот дизайн будет смотреться очень красиво и да превью не передает как обычно уже с нам превью не передает ничего абсолютно это последнее да последнее потому что здесь есть и тканюшка продалась просто с тканюшкой тканей это обычный лен сырой и это дизайн 4 wishes 4 желания вот такой сезонный бэн бэн бэнер баннер продавался до прошлого года мне кажется я все думала куплю куплю вот куплю и сейчас как бы вот купить свободно в магазинах где продаются джесна его нету выставили на ebay за не за 26 долларов за 13 или 15 долларов честно не помню но я схватила он не был на аукционе я как увидела схватила потому что я уже собиралась вышивать этот дизайн подбором потому что здесь вот этот улей можно купить сезон кларк оригинал а зонтика у нее нет вместо зонтика можно что-то другое вот здесь получается все сезоны тоже очень нравился это тоже была хочу моих мой вышлист джеснан вышлист как говорится и все это все мои джеснаны и кроме этого есть у меня еще один журнал кросс стичен кантри крафт вот смотрите какая старина у меня есть просто так получилось что продавец женщина которая продавала эти два две схемы ферст стич и ласт стич вот эти две схемы продавала у нее еще было кое-что но из того что было мне вызвал интерес вот этот журнал он продавался за копейки честно за копейки и так как я купила дешево эти схемы я хотела делать приятные человеку и купила этот как бы этот журнал просто посмотреть мне понравился этот дизайн с сантой вот он такой старинный знаете типичный красивый я думаю что здесь будет тяжело вышивать все это но красиво и красиво оформлено мне очень понравился этот дизайн я сказала ну ради этого дизайна платить копейки можно и чтобы посмотреть как выглядит выглядит эти журналы потому что когда-то они делали большой такой знаете фурор на вышивальном ютубе и кроме этого санта есть кто и кое-что еще интересно читать но все равно информация как бы уже старые знаете все таки интересно можно кое-что найти так что это у меня будет коллекции моих моей вышивальной библиотеки может быть когда-то я буду вышивать этого санту но так знаете было интересно смотреть что к чему и получила я еще подарки да у меня вышивальные подарки редкие то есть ну то что дарит муж это все равно как бы я покупаю дружилась я с Натальей Наталья живет в Кишиневе еще с времен Элианы и знаете это очень классно когда у тебя есть человек который тебя понимает то есть в смысле что можно как бы всылать фото обсуждать наборы обсуждать дизайн это супер супер классно как бы для меня это вау и получила я подарочек от Натальи то что я вам хочу показать вот такая роза от волшебной страны это мой первый дизайн от волшебной страны который попал ко мне потому что до сих пор я не вышивала ни одного дизайна мне интересно конечно вышивать это вот такая роза довольно маленькая наверное вышится быстро ну знаете что мне было интересно я всегда как бы видела только в видео качество этого потому что это не дерево я думаю это фанера качество хорошее почему-то я думала думала что будет хуже но качество хорошее получила я вот еще такой браслет интересный здесь только браслет есть три дизайна но этих дизайнов конечно эти дизайны конечно мне не понравились но знаете мне было было как бы мне пришла идея а что если вышивать металлизированными нитками потому что она вот такая знаете это веган лево браслет не знаю как будет веган кожа веганская я подумала что если найти красивый дизайн и вышивать золотыми ниточками не то что золотыми металлизированными ниточками наверное получится что-то прикольное короче есть есть повод для того чтобы что-то прикольное придумать ножницы я показала в видео где я показала мои ножницы я их так и показала потому что сказала что они подарок их не попробовала хотела показать их в основном виде это цапельки в серебре у меня цапельки есть и серебро и золото в одно попробую и скажу как они в работе конечно такие иголочки которые вот типа easy фред мне очень интересно использовать этих иголочек если честно если они будут еще легче использовать вот такой лен сырой лен 32 каунт сырой лен всегда нужен человеку и здесь есть схема и здесь есть набор да я люблю джим шор вот именно вот эти схема джим шор я вышла одну у меня есть почти укомплектованные от нас и вот есть такой подарок это буквы от джим шор если честно я на эти буквы на эту книжечку потому что это толстая книжечка я на эту книжечку смотрела и думала так я ее куплю но куплю позже вот куплю все свои очушки от джим шор после этого я куплю эту книгу почему потому что она супер классная здесь есть весь альфа вид и вот можно вышивать такие как бы сэмплеры метрики называется правильно что здесь еще есть можно вышивать здесь есть кстати есть бордюры вот кроме здесь не только вот этот бордюр здесь есть интересные прикольные бордюры и бордюры получается они с бисером еще что здесь еще есть где они что было еще дизайнов не понравились нет не здесь вот вот можно вот написать здесь написано ноэль типа крисмос можно так написать можно делать подушки именные такие вот знаете мне очень понравился понравился этот это понравилась эта идея потому что знаете я думала что может быть со временем я бы вышла и подарила своему не знаю мужу своему сыну именно такие подушечки потому что мне кажется что они довольно такие мужские знаете они девочковые как бы и например вот сделать такие два или три именных подушечках было прекрасно да я знаю что они с бисером но они будут декоративные то есть здесь вообще можно отсюда можно выживать много чего интересного то есть это будет в моей коллекции надолго хотела показать вот здесь есть дизайн которые джимшор то есть вот этого санту первый санта его вышел у меня на канале есть видео это эти ворону harvest trio я их купила укомплектовала про этого петушка я еще думаю как бы я не решилась сто процентов но мне как бы нравится три короля джимшор я знаю что их вышивают они мне нравятся но вот вышивать их не хочу как бы 12 дней рождества нет как бы я не увлекаюсь этой темой очень хорошо это получается у гали ночная вышивальщица она вот собирает делает себе коллекцию вот этих 12 дней до рождества и вот этот не знаю что это является тоже нет то есть я еще думаю про петушка и вот буквы у меня есть я сказала что буквы будут в последнем плане но буквы у меня уже есть есть еще один дизайн с не помню там солнце луна но его я уже не вижу тоже нравится этот дизайн но его уже не вижу наверное сняли с производством так что петушок остался и да вы уже наверное видели что у меня появилась сумочка да я вышел одну сумочку от лука с я ее оформила постараюсь тоже есть видео на моем канале постараюсь оставить линки в инфобоксе многим понравилось кстати эта сумочка многие англоговорящие вышивальщицы мне написали спросили откуда как я даже не ожидала что такой эффект будет у сумочки и я сказала в том видео что есть у меня одна хочу нравится мне еще одна сумочка и наверное на этом я и остановлюсь и вот эта сумочка именно та сумочка которая я сказала что была в моем вышлисте я попросила Наталью чтобы она искала эту сумочку потому что она ждет в Кишиневе там же родина Лука С она долго бегала искала во всех магазинах и нашла она сказала что последнюю потому что оказывается что Лука С временно не производит этих сумочек потому что они покупают вот эту фурнитуру всю из Китая и из-за ситуации которая сложилась в мире с начала вот этого года они как бы не заказывают эту фурнитуру из-за того что нету фурнитуры они как бы я думаю что это временно потому что Лука С как бы не снимает с производства еще ничего временно они их не производят поэтому я помню что меня спросили вышивальщицы в комментах где найти таких сумочек что вот в магазинах где они есть не так много дизайнов это оказывается из-за того что там были остатки потому что сам производитель как бы не дает вот здесь комплектующий как обычно все фурнитура ниточки вот такой красный это наверное подкладка да подкладка вот такая красная вот такие красные розы на черном что-то в этом роде она как бы сердечко я думаю что это форма сердечки и как бы я попросила Наталью купить но она мне подарила такую сумочку так что постараюсь когда буду вышивать эту сумочку сделать мастер-класс по сборке я знаю что меня просили об этом предыдущую сумочку так что сейчас когда будет я сделаю все возможное чтобы поэтапно снимать вам как я это собрала все вручную так что все вот это мои подарки спасибо Наталья Большой я оставлю кстати линк в инфобоксе у нее есть канал на ютубе но она давно не снимает надеюсь что будет снимать потому что она тоже вышивает очень интересные дизайны и она вышивает очень красивый прикольный дизайн от Лука и да оставлю кстати ее инстаграм потому что если я инстаграм у нее она там чаще что-то публикует и все это все что я хотела вам показать в этом видео надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно так что увидимся в моем следующем видео до тех пор пока пока пока